мы с вами перейдем к проповеди сегодня мы поговорим с вами поговорим о молитве поговорим о том что есть молитва какие основания это молитвы и знаете удивительно в том то что в жизни человека каждый наверное а так или иначе будучи верующим или неверующим человеком обращается к богу в молитве ну я не знаю как у вас прямо до конца не знаю да я знаю как это было в моей жизни сначала я смотрел на то как молится моя бабушка она по вечерам каждый вечер садилась и молилась она была православной верующей насколько искренне она была в храм она не ходила но по крайней мере каждый вечер она начинала перед сном перед тем как лечь спать начинала с молитвы она молилась она просила бога о том чтобы он благословил ее жизнь ее детей ее внуков вспоминала всех поименно братьев своих сестер дочерей всех внуков по именам и она совершала молитвы знаете когда смотришь на такого человека кажется что ну вот в преклонном возрасте там когда тебе за 70 то это наверное вот то время когда уже тебе остается только обращаться к богу потому что ну из чего твоя жизнь состоит многие люди в этом возрасте они уже практически не покидают свой дом они находятся либо дома либо вот максимум выходит во двор на лавочке посидеть на лавочку она не любила выходить сидеть потому что горела там сплошные сплетни а вот дома со своими и обязательно молитва я смотрел на это все и думал о том что ну наверное человеку так надо уже только спустя годы после того как бабушка ушла в вечность я понял что ее молитвы были не тщетными оказывается бог слышал ее молитвы и многие из ее семьи они сегодня верующие люди они точно также обращаются к богу в молитвах и это благословение но давайте еще посмотрим на то что человек обращается к богу в молитвах даже когда его не знает когда в нашей жизни наступают сложные времена очень удивительно сегодня работая с молодежью трудясь с молодежью и обращая внимание что не только верующие молодые люди молятся но и не верующие просят чтобы за них молились когда начинаются экзамены это тяжелое это сложное время для молодого человека когда все ты не знаешь просто сдашь что этот экзамен или нет и иногда кажется что они переживают намного больше чем переживали мы но я вспоминаю то время когда сам учился я понимаю что когда уже ничего не работает когда ты понимаешь что от тебя ничего не зависит но тебе нужна помощь от кого-то звучат такие слова бог я не знаю есть ты или нет но если ты есть мне нужна твоя помощь даже если тебя нет мне все равно твоя помощь нужна удивительно в том то что человек не поклоняющийся богу в ситуации когда ситуация становится безвыходной он начинает искать выход там где бы он его не искал если у него есть эти выходы человек так или иначе начинает обращаться к богу может быть не все но множество людей хотя бы раз в жизни они обращались к богу в молитве и еще один такой пример знаете из моей жизни это пример я бы сказал моего обращения наверное к богу когда молитва впервые прозвучало вот осознанно когда реально безвыходная ситуация когда тебе просто нужна чья-то помощь но это никогда не приходит просто так из желания сердца человека в моем разуме тогда помню звучали слова жены которая будучи верующим человеком говорила будет трудно молись бог тебя услышит и обычно неверующий человек говорит так да да хорошо но это жена ее же огорчать нельзя с ней ну как бы проще так сказать все хорошо но знаете какая ситуация когда человек не слышит другого человека мы обязательно попадаем в ситуации где у нас будет возможность обратиться к тому кто отвечает люди всегда в сложных ситуациях обращались к богу как возможно к единственному источнику или к последнему шансу когда я размышлял над этой темой я вспомнил стихотворение нашего замечательного русского поэта александра ой михаила юрьевича лермонтова она так и называется молитва но приблизительно где-то вот об этой ситуации короткой прочитаю вам послушайте в минуту жизни трудную тесниться ли в сердце грусть одну молитву чудную твержу я наизусть есть сила благодатная в созвучии слов живых и дышит непонятная святая прелесть в них с души как бремя скатится сомнение далеко и верится и плачется и так легко легко знаете наверное вот там в середине девятнадцатого века не верующих в россии не было ну или как мы можем это себе сегодня представлять сегодня очень много людей которые говорят я не верю в бога они пытаются строить жизнь свою как-то вот по-другому и говоря вот про лермонтова однозначно человек который так или иначе был знаком с церковью посещал богослужения потому что все это делали в это время но жизнь душа человека остается та же самая и он говорит о том что именно в трудную минуту мы начинаем обращаться к богу но не каждая молитва бывает отвеченной по крайней мере так вы это видим мы и понимаем этом и и сегодня говоря молитве я хотел с вами поговорить именно об ословах молитвенной жизни я хотел поговорить о том как бог смотрит на нашу молитвенную жизнь что слово божье говорит о молитвой жизни буквально самые ключевые моменты и мы с вами не будем сегодня много читать иссову боджуо но будем читать один отрывок который как мне показалось является ключевым и Сегодня он уже звучал, это 1 Тимофею, 2 глава, с 1 стиха. Пожалуйста, вы можете открыть вместе со мной это слово, и мы будем читать. Написано следующее. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя за искупление всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом истину, говорю во Христе, не лгу, учителям язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. И мне бы хотелось именно на этом стихе остановиться. Восьмой стих. С первого по восьмой стих мы сегодня возьмем этот отрывок для того, чтобы посмотреть на то, какие есть основания, основы нашей молитвенной жизни. И первое, о чем мы скажем. Мы скажем о том, что в молитвенной жизни любого человека должно быть основание. И этим основанием является сам Господь. Сам Господь Иисус Христос. Пятый стих. Апостол Павел говорит так. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком Иисус Христос. Прежде чем человек приходит в молитве, он должен понимать и осознавать, что есть только один Бог. Что Бог только может изменить жизнь человека и помочь ему. Это осознание приводит нас в его присутствие. И апостол Павел говорит, что есть только один посредник между Богом и человеком. Это Иисус Христос. К сожалению, в жизни бывает так, что люди ищут себе посредников. Между ними и Богом ищут других людей. Ищут того, чтобы кто-то за них обратился к Богу. И в различных, я не буду уже говорить о различных других религиях, Если мы говорим о христианстве, то в христианстве тоже были такие периоды, когда люди становились посредниками между Богом и человеком. Хотя Евангелие утверждает одну простую истину, что есть только один посредник. Это Иисус Христос. Мы должны это понимать и осознавать. Только через жертву Христа, приходя в молитве к Богу, мы обретаем благословение. Но знаете, утверждая эту истину, мы не можем сказать только о том, что только верующий человек способен достигнуть сердца Божьего. Сердце Бога, оно намного шире. Сердце Бога, оно открыто для всех людей. И здесь, в этих же стихах, мы читаем о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Его сердце открыто к Его творению, к человеку, к тому, чтобы человек имел общение с Ним. Его сердце открыто к людям. А значит, мы, как верующие люди, сегодня совершаем молитвы, мы должны молиться, мы должны обращаться к Богу и молиться, как говорит Слово Божие, за всех людей. Ища Божьего благоволения, ища того заступничества перед Богом, тех людей, которые нас окружают. Это наши, прежде всего, близкие и родственники. Это наши соседи. Это наши друзья. Бог хочет, чтобы они спаслись и достигли познания истины. Но некую ответственность за достижение этой цели Бог возлагает и на нас с вами. На человека, который приходит пред Ним, который знает Его, имеет отношение с Ним. И точно так же, как мы получили некое посредничество Иисуса Христа в примирении с Богом Отцом, так мы сегодня, обращаясь к Богу через Христа, можем своими молитвами приводить других людей к нашему Отцу, чтобы их жизни, они были изменены. Знаете, апостол Павел, говоря о молитве, в самом центре этого отрывка утверждает истину Евангелия, что есть один Бог, есть один посредник, и что вот это посредничество Иисуса Христа – это не просто посредничество какого-то человека. Мы иногда, желая получить ответ на наши вопросы или какое-то благо себе, ищем человека, который мог бы нам помочь решить наш вопрос, если мы не можем решить его сами, правда? И мы приходим к кому-то и приносим определенное родопрошение, и человек говорит, ну не знаю, я, конечно, поговорю, но все понимаете, не все в моих руках, и все остальное. Точно так же, знаете, бывает с людьми, которые выступают посредниками между Богом и человеком, и когда кто-то просит тебя, ты помолись за меня. И мы иногда говорим такие фразы, я, конечно, помолюсь, но ты же понимаешь, воля Божия только Бог знает, только Он решит. Буду молиться о воле Божией. Мы как бы снимаем с себя ответственность за молитвы, которые мы будем совершать, за то обращение к Богу, осознавая, что Он единственный, суверенный царь, правитель, владыка на этой земле, и мы не можем никаким образом, ну как бы, прижать Его к стенке, чтобы получить те ответы, которые нам необходимы. Мы понимаем, что есть только Его воля. Но посредничество Христа – это не просто разговор с человеком. Хотя апостол Павел, он акцентирует внимание на то, что Христос пришел на эту землю в образе человека. Но Его посредничество, оно другое, оно произошло через крест. Оно произошло через жертву, которую никто не мог принести, а Он ее принес, для того, чтобы мы имели сегодня общение с Богом. И это центр молитвенной жизни человека, осознание этого. Без этого невозможно идти дальше. Здесь же, в этих стихах, мы можем находить, какова цель молитвы. У нас с вами, когда мы приходим к Богу, могут быть разные цели. Мы можем чего-то хотеть, желать, мы хотим приобрести что-то, но апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит о том, что у молитвы есть цель. Она одна, большая, глобальная, и в этом есть что-то большее. Это второй стих, мы будем читать, здесь написано, чтобы мы приносили молитвы за царей, за всех начальствующих, дабы, написано, проводить нам жизнь тихую и безмятежную. И, как сегодня уже было сказано, начальствующие – это такие же люди, но которым дана власть. И от того, насколько мы молимся, не просто о благополучии людей. Знаете, иногда люди говорят, еще за них молиться. Но апостол Павел, он акцентирует внимание, что эта молитва необходима для нас самих, для народа, живущего на этой земле, чтобы на этой земле не было войны, был мир, чтобы на этой земле были установлены справедливые законы, чтобы на этой земле было благоденствие определенное для людей, живущих на этой земле. Вы знаете, я заметил, что в тяжелые времена человеку тяжело сохранять человеческий облик. В тяжелые времена мы иногда поступаем так, как в нормальное, в простое время не поступили бы. В тяжелые времена мы даже делаем, очень делаем много глупостей, а потом можем жалеть об этом. Человек не может себя контролировать, когда ему больно. Человеку тяжело себя контролировать, когда ему на самом деле доставили глубокую душевную боль. И люди говорят и делают вещи, которые бы не стали делать в другое, в нормальное время. Правда? Давайте посмотрим на то, что говорит апостол Павел, чтобы мы молились, чтобы на этой земле, на той земле, в которой мы живем, был мир, было благоденствие, для того, чтобы не было внешних обстоятельств, которые мешали бы нам проявлять любовь Божию из наших сердец. Да, конечно, в тяжелые времена проявляется наша вера. Но не хотелось бы, чтобы тяжелые времена были всегда, потому что в тяжелые времена веру труднее всего проявлять. Там проявляется, кто мы, но всякий раз, когда тяжелые времена настают, мы молимся и говорим, Господи, пусть это скорее закончится. И знаете, апостол Павел говорит об этом, что цель молитвы прежде всего, о том, чтобы не было вот этих тяжелых времен, где бы человека так сильно трясло, чтобы он не мог устоять. В другом месте мы читаем, написано, кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть. Почему? Потому что будут времена, когда тебя будет потрясать. Но мы обретаем вот эту твердость, стойкость, не только не в тяжелые времена. Во время землетрясения дома не строят, правда? Их строят, когда время спокойное. Но во время землетрясения фундамент, строение это проверяется. Во время бурь строение это проверяется, но строится оно во время спокойное. Поэтому мы можем молиться. Одна из целей молитвы – это молиться, говорит Господь, дай нам это время. Но не чтобы мы просто там беззаботно лежали и как-то думали о себе, но чтобы мы могли использовать это время для укрепления нашей веры, наших отношений с Богом, для укрепления нашей жизни. Второе, о чем здесь сказано, мы читаем, проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком. Благочестие написано и чистоте. Благочестие и чистота. Благочестие. Это первое, о чем еще можно сказать. Одна из целей молитвы – это достигать благочестия. Не просто спокойное время, но время, когда мы достигаем вот этого состояния благочестия. Что есть благочестие? Знаете, один человек выразил это несколькими предложениями, и мне бы хотелось вам прочитать. И он сказал так. Благочестие всегда помнит отдавать должное почтение Богу. Благочестивый человек – это тот, кто отдает почтение Богу. Он почитает его, он имеет отношение с ним. Для него важна истина Божия, с чего мы начали. У него есть основания. Невозможно быть благочестивым человеком, не имея в основании отношений с Богом и почтения к Богу. Он еще сказал, благочестие всегда помнит принадлежащее людям права. Благочестивый человек, он любит ближнего своего, как самого себя, говорит Слово Божие. Он почитает Бога, он относится к людям с почтением, с уважением, понимая, что у каждого человека, какой бы он ни был, какие бы поступки он сегодня ни совершал, как у человека, как у личности, у него есть права, данные ему Богом. И мы не можем унижать другого человека по каким-либо критериям, если он отличается от нас. Когда мы имеем отношение с Богом, мы понимаем, что значит любить ближнего. Поэтому Христос, он сводит все заповеди в две основных – люби Бога и люби ближнего. И если ты будешь иметь отношение с Богом, и Его любовь будет наполнять твое сердце, мы сможем любить ближнего нашего. И это цель наших молитв, когда мы приходим к Богу, Бог, измени меня, чтобы я мог любить людей, которые меня окружают. И третье, что этот человек сказал, он сказал так, благочестие никогда не забывает также и уважение, которое стоит иметь к себе самому. Ведь когда мы читаем «возлюби ближнего» как самого себя, мы не говорим о том, что нам сначала себя надо возлюбить, прежде чем мы научимся любить ближнего. Но нам надо помнить о том, что Бог любит нас, каждого человека. Он меня любит так же, как и тех, которые меня окружают. Просто в осознании того, что Бог любит людей, есть осознание, что мы должны относиться друг к другу, а соответственно и к себе самому, с должным степенем уважения и понимания. И второе слово «чистота» в нашем русском синодальном переводе написано, но оно, знаете, я не знаю, почему именно так оно было переведено вот в нашем русском синодальном тексте, но если вы откроете любой современный перевод, практически в любом переводе там стоит другое слово. Русское слово «достоинство». Знаете, одна из целей молитвы – это иметь достоинство внутри себя, осознание того, кто я во Христе, как ко мне относится Бог, и какие взаимоотношения имею с людьми, которые меня окружают. Поэтому апостол Павел говорит, отражая здесь три цели – молиться за начальствующих, буквально молиться за ту землю, в которой мы живем, чтобы на ней был мир, чтобы мы могли созидать свою жизнь, чтобы мы могли вести благочестивый образ жизни, и мы имели достоинство, достоинство, которое дает нам Бог, как его творение, как людям. И осознавая это, мы сможем исполнять его призвание в наших жизнях. Немножко надо сказать о характере молитвы, о котором здесь также написано. С самого первого стиха апостол Павел начинает и говорит о том, что прежде всего прошу совершать молитвы, и вот это слово молитвы – это некое прошение, которое мы приносим. Он говорит молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Знаете, молитва всегда начинается с состояния прошения. Молитва – это всегда, когда мы просим что-то. Ну, кто-то скажет, нет, есть молитва благодарения, да и аминь. Но даже в молитвах благодарения мы начинаем чего-то, хотим от Бога, потому что у молитвы есть цель. И вот это слово прошение, которое использует апостол Павел, он говорит, оно относится не только к Богу, оно относится к людям, по отношению к людям использовалось это слово. То есть, когда мы имеем нужду, когда мы осознаем эту нужду, тогда мы приходим по-настоящему в молитве. Невозможно прийти к кому-то с прошением, если у тебя нет нужды, если ты не осознаешь свою нужду. И я не говорю сейчас о материальных нуждах, это может быть нужда в изменении даже характера, в изменении жизни. И всякий раз, пока мы на этой земле, мы приходим к Богу с прошением, у нас может быть прошение. Второе слово, которое он использует, это слово молитва. И знаете, и это слово, оно используется не только, вернее, только по отношению к Богу. Когда апостол Павел говорит вот эти четыре слова, прошение, молитва, моление, благодарение, когда он говорит о молитве, он говорит о том, что есть только один. Он использует слово, которое использовалось по отношению обращения человека только к Богу. А значит, у нас есть один источник, который дает нам надежду, упование, и это Бог. Третье, о чем он говорит, он использует слово моление. Причем в греческом языке это слово интересно тем, что с течением времени в языке оно преобразовалось. И сначала оно имело значение неожиданной встречи. Потом это слово стало иметь такое значение, как вести задушевный разговор с кем-то. И последнее значение, которое уже использовалось во времена апостола Павла, это значение означало входить в присутствие царя с каким-то определенным прошением. Знаете, он говорит, у нас есть возможность прийти в присутствие Бога, нам открыт путь через Иисуса Христа в его присутствие, чтобы принести свое прошение, а это значит, что он будет слушать нас. Но последнее слово, которое использует Павел, он говорит с благодарением. Знаешь, невозможно войти в присутствие царя на самом деле, просто высказав ему свои нужды, развернуться и уйти. Очень часто человек, который чего-то просит, знаете, он и благодарит. За то, что человек, если не ответил на его нужду уже, то, по крайней мере, за то, что выслушал. И знаете, и как, я не знаю, сейчас люди заканчивают письма свои подобным образом или нет, но раньше, по крайней мере, там в деловой переписке было такое, заканчивается таким оборотом речи. Заранее благодарю. Заранее благодарю. То есть, знаешь, какой бы ответ ни был, я благодарен за то, что выслушали, за то, что обратили внимание, за то, что мы вообще готовы были помочь. И это всего лишь по отношению к человеку. А как по отношению к Богу? К тому, который сотворил все, к тому, который держит все в руке своей. И это очень важно. Но знаете, у молитвы есть преграды. Преграды, которые мешают нам, на самом деле, по-настоящему получить те ответы, которые мы могли бы получить от Бога. И я недаром прочитал именно 8 стих, потому что если у вас Библия, она с разделением на темы, то 8 стих кажется, что относится совершенно к другой уже теме. Там идет разговор о мужчинах, о женщинах, о том, как им себя в собрании вести. Но давайте посмотрим, что апостол Павел здесь говорит. И он говорит, «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей». То есть он говорит, чтобы молитвы, они произносились на всяком месте. Это желание Павла, желание, которое от Бога он выражает в жизнь человека. И он говорит, «Воздевая чистые руки». И вот воздевать чистые руки, это не значит вообще не иметь проблем в своей жизни. что Бог слышит только тех, которые абсолютно праведные. Но это говорится о человеке, который после молитвы идет и старается поступать так, как он просил у Бога помощи в молитве. Есть люди, которые совершают молитву, говорят, но отвернувшись, уйдя с молитвы, продолжают поступать так, как поступали, не прилагая усилия что-то изменить. Так вот, воздевать чистые руки, это буквально означает принять решение, иметь намерение после молитвы поступать так, как ты этого ожидаешь. От Бога, чтобы Бог что-то сделал в твоей жизни, пойти этим путем. И он говорит, чтобы не было гнева в сердце человека, а гнев это всегда связано с непрощением, а значит препятствием в молитве может быть непрощение. И мы так удобно стали в нынешнее время говорить, да, у меня нет непрощения никому, но вот огорчение есть. Огорчение – это семя непрощения. Это то же самое непрощение, пусть кажется вот такое маленькое, но это непрощение, и оно так или иначе будет блокировать молитву человека, его духовные отношения с Богом. Давайте даже вспомним те слова Иисуса Христа, что в Нагорной проповеди, что когда Он учит своих учеников в молитве «Отче наш», Он в конце говорит, как вы будете прощать должникам вашим, так и Отец ваш Небесный простит вам. И последнее, знаете, молящийся должен быть свободен от сомнений. Если ты приходишь к Богу, и ты чего-то у Него просишь, тебе нужно быть уверенным в Его благодати, благодати, которая приходит в жизнь человека и изменяет ее. Тебе нужно быть уверенным в том, что Бог способен, и Он желает ответить на твою молитву. Тебе нужно освободить свое сердце, свой разум от всякого сомнения, чтобы идти за Богом. Перед тем, как мы помолимся, мне хотелось бы прочитать одно высказывание, я не знаю, кто это сказал, но оно мне очень понравилось. Оно выражает суть нашей молитвенной жизни. В молитве лучше иметь сердце без слов, чем слова без сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok